Дорогие друзья, зрители подписчики, мы всегда стараемся собирать все новости про ваш любимый сериал, про его сюжет, про его дату выхода, а также рассказываем анонсы про них. Указываем примерную дату выхода сериала. По завершению первого сезона не всегда понятно будет ли продолжение. Мы расскажем вам о том будет ли продолжение сериала, а также вы узнаете сколько всего будет серии и увидите их обзор и анонс серии сериала. И когда выйдет новый сезон или будет вообще продолжение, или сезон закончен. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий. Анонимный детектив. Сюжет. Олег Рубцов был одним из лучших сыщиков Петербурга, о его оперативных комбинациях рассказывали в институтах МВД, но из-за алкогольной зависимости карьера Рубцова пошла на спад. Подполковник чудом избежал увольнения и был отправлен в один из спальных районов города на должность начальника отдела уголовного розыска. Руководство вспоминает о Рубцове только тогда, когда ему удается задержать очень опасных преступников и даже планирует в ближайшее время вернуть Олега в главку. А пока генерал Ильина из Москвы отправляет в подчинение Рубцова своего сына Павла, недавнего окончившего институт МВД, чтобы тот набрался опыта полицейской службы. Неожиданно пропадает сестра жены Рубцова, Татьяна, которая работает наркологом в частном медицинском центре. Следователь Туранский пытается как можно быстрее свернуть расследование, на котором, по его же признаю, карьеры не сделаешь. Рубцова в одиночку приходится искать преступников, ведь дело о пропаже Татьяны куда более запутано, чем кажется на первый взгляд. Четвертая, шестая серия. Туранский намекает Михаилу Ходокову, что обещанное ему место в руководящих структурах может занять Олег Рубцов. Михаил идет к начальству с целью настучать на самовольную работу Рубцова. Ларионов, осознавая, что теряет часть бизнеса, пытается помириться с Натальей и провоцирует ее на интимные отношения. Наркодилер Ряба, которого Рубцов вытащил из СИЗО, предупреждает его о готовящемся покушении на жену. Рубцов и Паша успевают спасти Наталью от киллеров. Ларионов пытается уехать за границу, но его арестовывают по подозрению в организации убийства. На допросе у Туранского Ларионов сознается, что заказал убийство Натальи, потому что она ему мешала в бизнесе. Туранский пытается заставить Ларионова взять на себя убийство и Татьяны, но он отказывается. Рубцов не верит в эту версию и уверен, что следователь просто хочет побыстрее закрыть дело. Директор банка Покровский, бизнес-партнер Ларионова, боясь, что узнают о его махинациях, приказывает Хаустову убрать Ларионова. Хаустов обращается к Кроту. В это время Фатюшин получает информацию о бандите, который ищет киллера. Фатюшин предлагает Рубцову провести операцию и арестовать одного из крупных бандитов города. На роль подставного киллера Рубцов отправляет Пашу Ильина. Рубцов узнает, что Ларионова убили по заказу некоего Крота. Он думает, что Крот имеет отношение к убийству Татьяны. Туранский вызывает Рубцова для разговора. Думая, что его арестуют, Рубцов скрывается. Туранский отдает приказ о его задержании. Покровский приказывает убрать Рубцова вслед за Ларионовым. Олегу, помимо поиска преступника, приходится уходить и от полиции, и от бандитов. Дорогой друг, если вам скучно и не знаете, что посмотреть, то переходите на канал Любимое кино и смотрите онлайн без рекламы и бесплатно. Ссылочку на канал смотрите ниже.